МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого городского проект Место происшествия. В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Сбили кабана и съехали в Кювет. В Арбашском районе в автоаварии погиб 8-летний мальчик. Выдернул дверцы и забрал чужие пакеты. В Кирове разыскивают мужчину, который вскрывал ячейки для хранения в супермаркете. Нарубил леса на 2,5 года. Бывшего лесничего Апаринского района отправили в колонию за незаконную рубку леса. В Арбашском районе в автоаварии погиб 8-летний мальчик. ДТП произошло в 3 утра 28 августа. В Ладиларгу съехала многодетная семья. Подробности в рубрике «Обзор аварий». По данным ГИБДД, 42-летний водитель совершил наезд на кабана, который внезапно выскочил на дорогу. В момент удара в салоне находилось 6 человек. Двое родителей и четверо детей. Ладаларгу сбила животное, съехала в Кювет и врезалась в оголовок водопропускной трубы. В итоге 8-летний мальчик-пассажир погиб на месте. Его родители, а также трое братьев в возрасте 2 месяца, 2 года и 15 лет были госпитализированы. Водитель автомобиля Лада Ларгус и его пассажиры являются жителями Пермского края. Семья двигалась со стороны города Яранска в сторону город Котельнич. По факту дороже транспортного происшествия проводится проверка. Выясняется обстоятельство произошедшего. Вечером на подъезде к дому отдыха Кстинина в Кирово-Чепецком районе 33-летний водитель Гранты сбил двух молодых девушек. По предварительным данным госавтоинспекции, 21-летние пешеходы шли по краю проезжей части в попутном направлении. Известно, что девушки получили травмы, но госпитализированы не были. В Кирове утром на улице Комсомольской на пешеходном переходе водитель Рено Логан сбил 29-летнюю девушку. По предварительным данным ведомства, пострадавшая шла по правилам, а водитель был трезвый. Госпитализация девушке не потребовалась. На улице Орловской 82-летняя женщина решила перейти дорогу в неположенном месте. Ее сбил водитель Волги. Пенсионерке вызвали скорую помощь. Она получила травмы, но не была госпитализирована. На перекрестке улиц Кольцовой-Ломоносова водитель Мерседеса залетел под пазик. Судя по фото, повреждения у иномарки серьезные. Кто виноват в ДТП, неизвестно. Михаил Вагин. Место происшествия. Вскрывал ячейки для хранения и забирал чужие вещи мужчина в супермаркете в районе ипподрома. Вероятный похититель попал в камеры видеонаблюдения и сейчас его разыскивают. Все подробности в рубрике «Сводка». В понедельник, 27 августа, в супермаркете в районе ипподрома неизвестный мужчина вскрыл ящики для хранения вещей. По словам очевидцев, он попросту выдернул дверцы и забрал чужие пакеты с товаром и даже игрушки у девочки. Вероятный похититель попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас его разыскивают. Свыше 40 человек тушили пожар в деревне Гнусино. В ночь с понедельника на вторник там загорелся частный жилой дом. В результате обгорели пристрой, крыша дома на площади 40 квадратных метров, стены изнутри – имущество. На место выезжали 13 пожарных машин. Причина возгорания сейчас устанавливается. Экс-лесничий отправится в тюрьму на 2,5 года за незаконные рубки деревьев. Бывшему лесничему Апаринского района суд вынес приговор, признав его виновным в 6 незаконных рубках и 5 служебных подлогах. В течение года он рубил леса на 4 с лишним миллиона рублей. Чтобы скрыть последствия преступлений, он внес заведомо ложные сведения в акты осмотра делянок, мест рубок и учета древесины. Теперь бывший лесничий отправится на 2,5 года в колонию общего режима. Также он должен будет возместить ущерб. Сотрудники ГИБДД в Кельмесском районе спасли застрявшую на бездорожье автоледи. Женщина отправилась на своем «Опеле» за грибами в лес. Примерно в 15 километрах от райцентра она забуксовала на размытой от дождя дороге. Машину заметили сотрудники ГИБДД. Они вытащили автомобиль и указали направление, по которому женщина смогла выбраться из леса. Алина Котрихова. Место происшествия. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Шокирующий случай произошел во дворе на улице Комсомольской. По тротуару бегала голая девушка с ножом. Первыми неадекватные действия девушки увидели родители, которые гуляли с детьми на площадке. Они тут же вызвали полицию и скорую помощь. По словам очевидцев, на вид девушке 30 лет. Она выбежала из подъезда с ножом и побежала по тротуару. Затем она сбросила с себя платье и оказалась абсолютно голой. Девушка была в крови. Это сильно насторожило очевидцев. Спустя несколько минут она потеряла сознание и упала на землю. По предварительным данным, в тот день девушка сидела дома, потом отрезала себе ножом палец на ноге. После чего окровавленная выбежала во двор. После этого инцидента ее доставили в больницу. Сейчас полиция проводит проверку. Известно, что девушка сильно переживала после расставания с молодым человеком. Михаил Вагин. Место происшествия. 22-летнего сладкоежку задержали сотрудники ППС на улице Преображенской. Он и его друзья в Александровском саду забрались в шахматный домик, вскрыли ларек с мороженым и попытались убежать. Подробности, пожалуй, самого сладкого преступления узнавал Павел Москвин. В это отнюдь не жаркое утро приятелей потянуло на сладкое и холодненькое. Хотели осуществить мечту детства – наесться мороженым до отвала. И, как видно, двумя-тремя шариками они не собирались ограничиваться. Брали сразу контейнерами. Ну, мороженого вот этих пакетов у тебя сколько-то? Здесь, наверное, не знаю, штук шесть-семь вот этих маленьких коробочек. Что хотели с ними сделать-то? Съесть. Чисто съесть? Ну, получается так. Плохо сейчас, да, жильем сейчас у нас с едой совсем. Да нет. Путь к мечте преграждали только ставники Оскар. Сластеный благополучно их сломали. Зашли вы в шахматный домик, ты не заходил, друзья, зашли, знакомые, зашли. Дальше что было? Дальше понесли. Понятно. Как вскрыли ты его? Чем вскрывали? Чем? Руками, походу. Я не знаю. Какое выбрать? Фисташковое, дыневое, банановое, может быть, грушу в карамели? Сладкоежки не задумывались. Брали все. А для чего вам это мороженое-то нужно было? Съесть. А чем вы больше любите мороженое? С чем взяли-то определенное мороженое или так? Все, что было? Я не знаю, походу, все, что было. Алексей признался, он приехал из Котельнического района к друзьям. В итоге из всей троицы задержали именно Алексея. Отлично, кстати, приехал. Друзьям хотим, да? Давно Алексею приехал? Вчера. Друзья, как я знаю, побежали, да, убежали? Ну... А вы почему не смогли? Мороженое? Не, в принципе, я смог бы, но что-то долго соображал. В итоге, по данным полиции, злоумышленники украли 30 килограммов мороженого на сумму 12 тысяч рублей. Это 10 контейнеров и две коробки. Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На советском тракте камера зафиксировала, как женщина побежала под колеса автомобиля. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На советском тракте у поворота на Пунгино женщина внезапно побежала через дорогу. После этого инцидента водитель машины с камерой вышел из салона, чтобы убедиться, не пострадала ли женщина. Как выяснилось, нарушительница отделалась легким испугом. На улице Московской водитель кроссовера «Рено» поехал на красный сигнал и чуть не столкнулся с 12-й. Там же на улице Московской водитель «Девятки» не заметил «Гранту» и начал перестроение. На Октябрьском проспекте переменчивый шофер на «Ладе» за свои маневры едва не получил удар в бампер. На Победиловском тракте нарушитель на малолитражке не стал дожидаться зеленого сигнала светофора. Кирово-Чепецкая женщина с сумками побежала через дорогу в неположенном месте, споткнулась и упала прямо перед иномаркой. Михаил Вагин. Место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик mpokerovsobaka.inbox.ru или звоните и сообщите по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте или проследить за проектом в Инстаграме и Телеграме. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok